Третий босс рейда «Последнее желание» оказался проще, чем я думал. Это же старый наш знакомый Голгород на максималках. Привет, Страж, рад снова видеть тебя на канале Трипл Вайп. Меня зовут Джонни Лейни, и сейчас мы пойдем валить еще одного рейдового босса – Огра Моргета. Огр спит. Пока он спит, давайте механику разберем и рекомендации по классам назовем. Итак, нужен Варлок с новой ультой Колодцем, Титан с коротким барьером, ну и Ночные Охотники. Они будут полезны, хоть и не обязательно. Из оружия в третий слот нет ни Симулянт. В этот раз исключительно Шопот с Червя. Если его нет, тогда Дарси или Симулянт и запасная снайперка во второй или первый слот вдруг урона не хватит. Далее разбираем механику. Делитесь на две тройки. Трое на правую сторону, трое на левую. В чем суть? Вам нужно собрать специальный баф в виде черных сфер. Собрать его должны 5 человек по очереди. Каждый должен набрать по 2 бафа, чтобы в левой части экрана был обозначен баф с множителем Х2. Запускать бой с Огром придется как раз подбором одного бафа. Определите игрока, который будет это делать. Он возьмет первый баф, и он же возьмет последний, десятый, который начнет пазу урона по боссу. Итак, чистите мобов и ждите появления бафов. Как только они заспаунились, первый игрок берет оба бафа и прячется где-то за камнем. То есть решите, кто справа первый из трех соберет бафы, и кто первый берет слева. Когда баф собран, должен появиться одержимый капитан с огненным щитом. Он нам нужен для следующего шага. Снесите его и подбирайте выпавший с него релик. Зачем? Дело в том, что примерно в это же время один игрок, возможно именно тот, который собрал бафы ранее, будет заморожен. Он буквально застынет на месте, и на его экране появится обратный отчет до вайпа. Остановить его можно только разморозив бедолагу. Разморозить как раз с помощью этого релика от капитана. Берем, подбегаем и жмем R1, то есть не стреляем, а проводим специальную атаку. Тот игрок, который размораживал, заберет после этого баф игрока. То есть если вот я разморозил тиммейта, то теперь баф у меня, а тому игроку нужно собрать его снова. С бафом важно оставаться в живых. Мобов тут не особо много, и они не такие опасные, так что просто аккуратно отстреливайтесь от противника из-за укрытия. Пара важных моментов. Подбирать релик для разморозки один игрок может только один раз. Именно поэтому нужно проговаривать, кто берет релик для разморозки и чередовать их по необходимости. Может выйти так, что замороженный игрок стоит на правой стороне, а релик уже подобрал игрок на левой. Тогда он должен прибежать на соседнюю сторону и очистить дебафнутого. Почему может брать только один? Потому что задача набрать х10 бафа на всю команду, но не больше х2 на игрока. При х3 игрок умрет, а если релики возьмут двое, то потом собрать еще баф не выйдет, и у вас получится х8 в сумме, чего безусловно не хватит для урона по боссу. Именно поэтому и нельзя брать релик двум игрокам одновременно. Так, что еще не назвал? Сила Моргета, отображаемая в процентах в левой части экрана, в ваших интересах, чтобы она накапливалась как можно медленней. Для этого быстрее собирайте баф и не тормозите. Итак, 5 игроков набрали баф х2, в сумме у вас х10, и тут начинается фаза урона. Бегите на центр, варлок ставит ульту колодец, и все достают шепот. Дамажим босса. Один из вас, желательно Титан, дождавшись параметра сила Моргета 50%, должен встать чуть отдаленно и, поставив баррикаду на перезарядку, отстреливать летящие в игроков мелкие шары от Огра. Лучше делать это с автомата или револьвера. Нет, если Титана, подойдет варлок с сапогами луна фракции. Если вы все сделали, как я описал, и ваш уровень силы не ниже 550, то вы убьете босса за одну волну, за первый же заход на урон. Если же вы не убиваете за один заход, то вам необходимо позаботиться о том, чтобы один из игроков успел взять релик и, ультанув в босса, сбил ему каст. Но, честно говоря, мы до этого не дошли, просто убили его и все. Вам, думаю, тоже будет проще стараться все же завалить за один заход. На этом, в общем-то, все. Так убивали Огромы. Знаю, что в комментариях опять появятся экспертные мнения, справками, куда уж без них. Потому и говорю, это не единственно верный гайд, это способ простого убийства, проверенный нашей командой, за остальное не ручаюсь. Не пропустите следующее видео, подпишитесь на канал, лайк поставьте там и до встречи в новых роликах. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok